Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 802. Событие дня. Откровение 22.17. И дух и невеста говорят, приди. И слышавший да скажет, приди. За 23 февраля 2018 года. Анастасия, спаси Христос вас, Сергей. И мой вопрос был не с призывом осуждения, а в качестве напоминания, что Игнатий Тихонович тоже человек. Я задавалась вопросом, почему святые отцы ошибались, противоречили порой друг другу. И пришла к выводу, что это ради того, дабы окружающие, и мы в том числе, помнили, что и святые тоже люди. Поэтому и немощи святых настигают. Абсолютным авторитетом обладает только Бог, благословенный и Слово Его. Недостатки есть у каждого человека, и даже в ангелах. Может, это не мое дело, но я о вас переживаю. Вы практически в каждом сообщении восхваляете Игная Тихоновича. Я тоже его люблю и уважаю. Но многие люди, очаровавшись Игнаем Тихоновичем, обожглись с миром Божиим. Рустам Бог есть любовь. Сколько раз я это слышал. За эту любовь надо выстрадать, за Христа. Только через тирни к звездам. Так как многими скорбями подобает войти в Царство Небесное. Очаровываются, а потом разочаровываются. Если бы не многие скорби, я бы не пришел в Церковь Православную. Если бы не Игнать Тихонович, я бы не начал как следует молиться Богу. Но все это по любви Господней. Вот вам и промысел Божий. А развалить гораздо легче, чем создать. Это про романа Малыша. Это Асандалекс, так называемый. Аминь. Рустам. Слава Иисусу Христу за то, что Он мне показал через Игнать Тихоновича, помазонька Божьего, подлинную Церковь и настоящую христианскую общину. А до этого я и понятия не имел о Церкви. У меня она была только в моем воображении. Анастасия. Аминь. Слава Господу. Валентина Сартисон. Я знаю Игнать Тихоновича 9,5 лет. Знаю потому, что прочла его книги и внимательно слежу за всем, что происходит вокруг него, и хорошее, и плохое. Без преувеличения скажу, что ни разу не обожглась. А к тому, что не соответствует нашему пониманию в нем, надо прежде покопаться в себе и быть терпимым для сохранения мира с собой. То есть не бунтовать. Есть люди, которые гораздо больше лет находятся с ним в общении, но не выглядят обожженными. А обжигаются те, у которых внутри что-то не все в порядке. Вот я так понимаю. Забыла сказать, что нахлобучек я от Игнатия Тихоновича получала. Может, чуть меньше, чем Никита. Мы же приходим к нему, как кони необъезженные, да к тому же и без узды. Благодарим Господу за все. Ну, это спросил Анастасия, я ответил. Прошлые ролики, видимо, там это прошло уже по событиям дня. Ошибаясь. Я говорю, христианина, это два вопроса в одном. По духовному и по телесному. По духовному ошибались. Цветы и отцы между собой спорили. А вы? Я не спорил. Почему? Так я принял готов. Я с первого дня стал простить, Господи, помоги мне принять истину. И мысль была найти первых христиан. Но я нашел, начиная с Игнатия Богоносца. Вот его шесть посланий. Я их читаю, принял до буквы. Какое у меня противоречие может быть-то? Противоречие было у них, потому что они не знали этого. Они шли непротаренной дорогой, а я за ними иду. Противоречие встречается в Библии. Ни много, ни мало. 150 тысяч исследователи нашли несоответствий, противоречий, разночтений. Я Библию принял в синодальном переводе. И поэтому у меня никаких противоречий нет. Считай, все зависит. Ну, какие противоречия? Я вот считаю. Ян Златоуст. Но все ли у него было одинаково с Симеоном, Богословом-то? А все ли одинаково с Сиаком, Сириным-то? И вот когда считаешь других отцов, прямо видно, что они не так понимают. Вот сегодня на него нападают, что он евреев там громит их, сатанинское сборище, подряд все синагоги, как вот Мартин Лютер там, ну, призывает кударь его, замкни ему уста и прочее. А они где-то противоречили друг другу, пока не устоялось. Но церковь, что не входило в библейское русло, отвергла, а другое приняла. Мне готовое пришло. Какие у меня могут быть противоречия? Не было. И мы никогда не сомневались. Никогда. В один день. Вот я как получил, что Бог есть. Сколько мне было там? Ну, два года, может быть. Я уже знал, надо молиться. И противоречия не было за всю жизнь, что Бог есть. И в это же время мать рассказала, что есть суд Божий. Жена говорила, Бог сказал, терплю до конца, буду мучить без конца. Я такой фразы в Библии не нашел, но по совместительству несколько стихов такие и есть. Муки вечные, говорится. Я в это поверил. Какие противоречия? Мне 78 лет, я ни разу, ни одного дня, ни одной минуты не сомневался. Даже представлял маленький бы. Вот мне бы сейчас все, что я хочу. А что хочу, там маленький-то еще не знал. И давали бы, сказали, будь неверующим только неверующим. Одну минуту. Никогда бы не согласился. Я могу умереть в эту одну минуту и пойду в ад. Люди как будто этого не понимают. Да как, святые там сомневались? Сомневались. Были противоречия, потому что было с чем сравнивать. Были области нераспаханные. Они на вину врезались плугом. А я пришел на готовое. Вот люди вначале не знали, что есть электроны. Потом атомы. Были споры, собирались. Я никогда не спорил. Почему? А я пришел на готовое. Я показываю, что ученик, ну, допустим, 9 класса сегодня, если хорошо учится, он знает больше, чем Архимед. Самый умный человек, чем Микеланджело. Больше знает, чем, ну, знает самый современный. Кто-то, яблочков, другие, кони, там, по юриспруденции. Ну, разных-разных возьмем. Какие люди есть. И он знает больше. Потому что они шли непроходимой дорогой. Или сказать об интернете. Сегодняшний школьник, там, даже, ну, в 8 классе примерно, знает больше, чем те, кто начал изобретать. Они не знали, они ошибались. Ну, первый звонок по интернету. Он, Мартин Купер позвонил, с кем они там вместе разрабатывали, компания одна. Откуда звонишь? Он говорит, с Бруксинского там моста. Я, говорит, услышал в телефоне, скрежет зубов. То есть он опередил. А мы даже, ну, же нет, пошел, купил и все. Вот в каком смысле-то. Исаак Ньютон много знал? Да, передовой. А Менделеев по порядку? Ломоносов. Самые великие ученые. Не было больших ученых. А ученик 8 класса сегодня знает больше. А почему? До открытия 20 века открыли. А по программе это все идет. Ну, чего вы боитесь-то, авторитетов? И он не ошибается, ученик? Нет, конечно. Потому что там уже проверено, и профессоры, и разные министерства смотрели, учебную программу допустили. А он, кроме того, еще что-то считает. И в литературе споры были о чем-то, правильно, неправильно. А сегодня готово, я беру, мне не надо спорить. Ну, кто-то изобретал электрическую лампочку. Ну, это яблочко-то, сколько труда положил. А Ладыгин. Какие там были споры? А возьмите Попов, вот, изобретатель Арадова. А на самом деле не он, Маркони, главный-то. А никто его не знал, тот не знал другого. Кто запатентовал первый-то? А сегодня все это по полочкам разложено-то. Вот в каком смысле. Еще буду сомневаться-то. Сегодня расстояние до Солнца, до Луны известно. Температура снаружи Луны, это, Солнце-то, и в центре. Ну, какое расстояние до Венеры? Ломоносов что-то сказал. Ну, все это такое далекое. Они с Рихманом, как исследовали электричество, змея запустили, шелковую нитку. А, наконец, змею этого воздушного-то привязали там какой-то гвоздь или что-то. Они не знали силы электричества. И вдруг молния ударила. И вылетела, и ударила Рихмана в лоб, прошла через тело, разорвала ему обувь и ушла в пол. А он мертвый лежит. Сегодня говорят, смотрите, во время грозы даже телефон, не полагайте руку. Не надо. Почему? Практика и опыт. Как трудно было создать трамвай, чтобы ходил по рельсам. Называлась конка, лошади тащили. А сегодня все это мы знаем. В этом вопросе у меня не было ни минуты, нигде сомнений и прегрешения и прочего. Не было. Потому что Библия была уже составлена, написана, переведена. Святые отцы, все это утверждено. Синодальные комиссии на 10 раз проверенные. Мне не надо ничего нигде придумывать. А вы как думаете? А я не думаю. И показал там, такая выдержка была про одного человека. Коммуниста тоже взяли. Ну, простенького. Без орденов. Ну, неужели ты сколько и не сомневался в курсе партии? Он говорит, нет. И колебаний не было. Ну, колебания были, так вместе с курсом партии. Вот так и здесь. Но у меня и этого не было. Потому что в церкви колебаний нет. Поэтому приняли златоустство, значит, так и есть. Оно не сходится один с другим. Может быть, внизу написано. Кто бы ни сказал, но это не так. Потому что годами не сходится. В датах. В этом вопросе никогда ни в чем я не погрешил. Мне как будто с первого дня Господь все дал. И ни одного дня, ни одной минуты я не сомневался. Но в житейском, ну, тут на каждом шагу, можно сказать, спотыкался. Где-то не расслышал. Я вчера говорил об этом. Во сколько служба будет. Время перевели, а я не знал. Не расслышал. А не сказал, опоздали на час. Да, это я солгал. Ну, не знал я это. Пошел по погоде, будто бы оделся. Чистое небо. Я ошибся. Меня дорога захватила. Дождь да градом прохлестала. То есть не знал, ошибался. Как Серафим Саровский говорит. Когда Дух Святой покидал меня, там я ошибался. Но в чем он ошибался, я не знаю. В вопросах веры, толкования, святых канонов я не ошибался. Ни разу, ни в одном месте. Почему? Бог дал мне благодатью память и в наследство от Отца, у которого была феноменальнейшая память. И поэтому я помню, я не сотню, а, может, тысячи стихотворений мог считать. Вот как вот 26-й том я издал, и у меня 20 тысяч файлов должны были быть в голове. 1173 жития святых. И все знаете. Не знаю. Библию считается это рядом. Ну, в те годы мы молились. И считайте, ну, одно слово немножко не в том падеже, я сразу останавливаю. Это вы так знаете. Не знаю я, но у меня просто, я чувствую не то. А как? Не знаю. Ответить я не могу. Ну, букву одну добавят где-то, я сразу останавливаю. Псалтир считали. На молитве когда. Они все удивляются, а я не удивляюсь, почему благодать Божия. Дух Святой это показывает. Я не мог ошибиться даже в написании. Бог не разрешал мне это делать. И Бог вел меня. Я не сопротивлялся, не считал ни за какое чудо. Просто Господь Бог. Так что по-мерзкому я грешный написал. Супер грешный, архи грешный. Для этого есть исповедь. Я и говорю, где-то огневался. Не там вот. Ифрем Сирин был очень гневливый и боролся с этим. А гнев это от Бога, Иоанн Златоус говорит. А теперь разберись, куда. И Иисус с гневом воздрел на них, скорбя о божесточении. О божесточении сердца их. Значит, Иисус гневался. А то Иисус никогда не гневался. Вы Писания не знаете. Считайте Луку, Марка. Третью главу хотя бы прочтите. Вот в этом вопросе, это вторая сторона. По-житейски. Вот я говорю, вот эту обувь бери, она хорошая. А она купила и до дома не донесла, подошва оторвалась. Я не знал. Я знал вообще. Это Вестфалик, очень хорошее предприятие немецкое. Но оказалось, что может быть подсунули под нее. Ее марку фальшивую сделали-то. Я ошибся. Я посылал в эту больницу, я слышал хорошие отзывы. Но я не знал, что врача-то его нету. Сменили его. Этот человек-то и принял грубо, и там даже сквернословил. Там мне пришли, а кого вы предлагали нам? А кто там? Да там был еврей, к которому запрещали ходить. Яков Нахманович, Шойхет. Доктор богослов этих медицинских наук. Он мне операцию делал-то. Это замглавы администрации Алтайского края. Вот и все. Я его знаю. Но оказалось, его уже нету. Пришли, а там другой человек. Но другой оказался далеко не тот. И не назовешь его даже другом, а что там Шойхет. Ошибался? Да, ошибался. Ошибался заочно. Думая, что там тот человек. Я не прозрительный, не пророк. Я поясняю просто. И вот дальше. Роман Фроликов. Что это? То есть его, как говорят, забанили. Закрыл его Сергей Павлович за то, что он задал вопрос. И прерывал. Он на месяц. Я услышал, Сергей, ну зачем? Отпусти его. И он его запустил. Он сразу зашел. Кто-то пишет дальше. Надо же, у вас намного больше стихов, чем у всех писателей вместе взятых. Ну главное, да, в два раза почти больше. Как? За 9 лет. 9 лет. Так у меня стихи-то какие? По каждому стихотворению ровно 36 строчек. 3 467. Ну, какие они стихи? Это проповеди в стихах. Но смысла в них больше, чем во всей их поэзии, там в одном стихотворении. Очень помог, благослови вас Бог. Ваш ответ мне очень помог. И одна семья адвентистов признали, что они не та церковь, которую создал Христос. Я знать про это не знаю. И вот главное, что-то спросили, я ответил. И вчера ты их узнал, кажется, но они адвентисты остались. Я не знаю, что будет в дальнейшем с ними, но думаю, что они из-за упорства своего все равно останутся в своей секте. Буду надеяться на милосердие Божие. Алексей Алексеев. Создан руками верующих людей, несмотря на все сложности и препятствия страны местных властей. Село. Лично это Потеряевки. Пройти непростой путь своего существования. 27 лет. Детский лагерь. 46. Слава Иисусу Христу. Старшая сестра проверяет и быстро, 5 секунд, не включается радио, бесплатно. Последние годы, насколько я понял, местные власти выискивали, за что зацепиться всеми законными и незаконными путями. Чтобы закрыть лагерь, воздействовать на Игната Тихоновича, отца Иакима, общину, детей в лагере и прочее. За два месяца, кажется, неполных, в 98-м году 15 краевых комиссий. Вообразите это сколько. На двух машинах приезжают, автобусом. Не получилось. Не получилось. А теперь человек позиционирует себя как член общины. Говорит такой бред и мерзость. И в нарушении законов Российской Федерации хочет не только просуществовать в селе Потеряевка, поливая грязью жителей, но и официальной власти, церковь. Тем самым подставляя жителей ее под удар самих властей, прокуратура, МВД, ФСБ и так далее. Конечно, конечно, куда это годится. Он с Украины приехал, это о романе малышей идет речь здесь, там есть. Он как с ума сошел. Считаю, просто с ложью он приехал сюда и, видимо, где-то там прошел, что-то подготовили. Или сам просто, сами демоны его научили. И как он может здесь жить? Никак. Теперь только об одном молиться, чтобы Бог вымел его, чтобы молекула от него там не осталась. Но в судный день не помянул его безумие. И вот как у него колготится там вся эта, как шайка каких-то бродящих собак, лают на нашу колокольню. Да, это подарок для тех, кто хотел бы создать проблемы для села и ее жителей. И лично для Игната Тихоновича, как для проповедника Слова Божия. А теперь из-за одного человека, больного на голову и душой Романа, надо все отправить под откос. Товарищи, искренне считающие то, что Игнат Тихонович поступил неправильно, по человеческим или по христианским меркам, что от лица жителей сделал официальное обращение в органы, чтобы те определили правомерность действий Романа. Вы в своем уме? Обратился, чтобы уполномоченные органы дали официальное заключение о правомерности или неправомерности его проживания и публичных высказываний, чтобы отвести удар от жителей общины и себя как человека, представляющего их интересы в различных госорганах. Абсолютно правильно. Вот этот человек, вот я его не знаю, кто он заходит. Вот нам-то надо получить какой-то документ, что да, он делает правильно, чтобы нас в этом не обвинили. Что тут непонятно? Ну, вокруг него там шатохи эти собрались, это бродящие собаки лают, бесенята. И при этом объявив сотруднику МВД при встрече, что жители села хотели бы, чтобы Роман остался в деревне, если это позволяет закон. То есть, теперь мы его, он за это время столько пакостей написал, сделал, теперь видно, он неисправимый. Теперь уже, даже вот за это время обстановка изменилась. Мы уже два дня согласились молиться, чтобы Бог вымел его отсюда до самой последней, ничего не осталось, уехал. Да как жить-то, когда, ну, враг будет вредить и вредить. То есть, вражина, каких не было за 27 лет. Как раз было бы не по-человечески и не по-христиански не сделать этого. Да. Так как безумию одного человека противопоставляется целое поселение, община и их жизнь. Ну, если в вашей большой семье, живущей в одном доме или квартире, вдруг один из членов семьи заболеет тяжелой формой, туберкулеза или чумой, вы будете сидеть, сложа руки, придерживаясь слов «Будь что будет». Или, чтобы сохранить жизнь и здоровье остальных домочадцев, среди которых есть дети, предпримите меры и обратитесь в соответствующие данные случаи органы. И тем самым спасете их жизни и, возможно, и жизнь заболевшего. Печально смотреть, что еще одна нашлась умная и просвещенная, желающая рассуждать о данной ситуации, имея детский ум. Какие только формы не приобретает человеческий эгоизм, чтобы находить в себе смелость и уверенность в своей правоте, высказываясь в таком формате. «Речь подготовить, лестные слова сказать перед тем, чтобы глупость озвучить, Господа в свою упомянуть, что-то он ей открыл. Кому? Вы кто? Мария Египетская? Игнаю Тихоновичу спасибо за хороший, спокойный, рассудительный и поучительный ответ. Для вас, Марина, дай Бог, чтобы это было хорошим поучительным уроком». Это Марина Сергеева, он ей написал, и она старалась озвучить. «Кто может после таких примеров противопоставить словам еретика после первого и второго вразумления «отвращайся»? «И жены ваши в церквях да молчат, как велико и мудро Слово Божие». Светлана Кузнецова. «Позор мужикам-христианам за такие нападки и оскорбления Марины, и мир всем нам». «То есть от Светланы Кузнецова она за Марину заступилась и все». Татьяна Ружейникова. «Марина, вот таких глупых женщин вслепую используют в своей борьбе. Ты что делаешь? Да этот роман на первом же перекрестке тебя сбросит. Ну не идиотка!» «Сергей Игнатов. Мир вам! Притчи о мухе и пчеле, с которыми вымышленный старец сравнивает человека, я заметил, не основывается ни на одном стихе Святого Писания». «Этот псевдо-старец сравнил человека, который обвинил, обличил торгующего таинствами священника и табакура с мухой, которая ищет грязь. А нужно на подобный случай отвечать Словом Божиим во свете Библии, как это всегда делает наш учитель и наставник во Христе, о которых в послании к евреям апостол Павел писал так «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Евреям 13.7 «Поэтому кто так поступает, выполняет Божие повеления. Но есть и такие, у которых на устах медок, а в сердце ледок. По делам узнают о таковых». Написано также, что не красна похвала в устах грешника. Мы читали, как апостол Павел закрыл своим Словом Уста, одержима нечистым духом, прорицательство женщины, которая шла вслед за ним с его учеником Тимофеем и кричала, говоря, «Что сии человеки – рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения». Деяние 16 глава, 16-17 стих. «О похвалении к месту и времени есть такие же извлечения мудрого царя Соломона, который говорил так «Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за словящего». Притча 27.14 «Что же касается похвалы в адрес нашего наставника во Христе, то он не применит на свой счет никаких дифирамбов. У него похвала от Господа, и все это знают. Аминь». Михаил Кальмаев. «Думаю, что Роман все же приехал с этими своими мыслями, с этой своей верой в славика и в землю плоскую. Его смущало отношение Игная Тихоновича к папе Римскому, которое шло вразрез с его верой. Ознакомительный период прошел, и он заговорил. Его вера оказалась иной не такой, как у Игная Тихоновича и братьев. У него копилось, и как накопилось тогда и выплеснулось. А то, что он продолжает гнуть свою линию и склоняет ухо свое ко всем недоброжелателям, принимает все наговоры, так это показывает, что сердце его не в руках Божьих, а в руке сатаны. Если бы он стремился быть честным, то под свою веру не стал бы все переиначивать, а с самого начала сказал бы сам себе. «У них вера не такая, как у меня, но они приняли меня и поверили мне. Они не знали моей веры и думали, что я верю так же, как и они. Но я-то знал, что моя вера иная. Поэтому за их доброту ко мне я им не буду делать никакого зла, не старого упрекать и навязывать им свою веру, а спокойно покину это место, как только мне станет невмогату жить рядом с ними. Тем более я виноват, что, зная, что моя вера идет в разрез с их верой, скрыл это». О, абсолютно правильно. Мы-то не изменились. Он, ну не изменились как, то есть, он может тоже не изменился, а просто скрывал в себе вот эту гниль-то все. А теперь, когда из него это поперло, прорвало, да так это ты изменился-то. Ты о нас что узнал, книги открытые были. И ты же видел, какие мы. Но, это если бы он хотел остаться честным человеком. Но как теперь ясно, честность это не его качество. «Ну хорошо. Но ты что-то не знал там. Как только сразу, раз патриархом, юридики, всю православную церковь. А он знал, что приезжает митрополит, к нему подходил, благословлялся, местный митрополит Барнаульский, Иваников, Сергий-то. А теперь, если он будет здесь, я не приду. А потом вообще все юридики. Ну и лежа и Герману Стерлигову. Разрушитель». А Марина, если она поверила в Славико и в плоскую землю, то она добровольно залезла в яму, бесовскую, из которой едва ли вылезет. Атеист, плохой руководитель общества. Виктор Гюго. Александр, город Ноябрьск. «Спаси Христос!» Инать Тихонович. «Доколе будет продолжаться предательство и всякие поношения и проклятия со стороны романа Малыша?» «Никогда я не видел такой чётной злобы со стороны человека, которого приютили, обогрели, накормили...» «Наверное, чёрное, чёрное зло бы, а где там стоит?» «И приняли всем сердцем свою общину. Это свинское отношение по отношению к вам с его плоской землёй». «Инать Тихонович, простите этого глупца Романа Малыша, ибо он не понимает, что делает. Ролик прилагается. С уважением. Александр, город Ноябрьск. «Вера М. Мир вам, дорогой мой Инать Тихонович! Если Господу будет угодно, планирую на следующей неделе заказать у вас книги «Трёхтомник Нового Завета» и «К истинного православия». «Скажите, сколько мне вам нужно будет перевезти денег вместе с пересылом в Московскую область? Спасибо с Христом!» «Это за один день, за вчерашний, за 23 февраля 2018 года, я почту показываю здесь». «Игла. Тут Анастасия вопрос задала. Есть ли у Инать Тихоновича недостатки грехи? И может ли он вообще ошибаться?» «Вот так она задала вопрос. Она задала вопрос, и я его... А раз пошли тут разговоры, ну я по неволе его и озвучил, дальше поясняю. По отношению верующего тут вопрос делится надвое. Догматы церкви и её учения и жизнь. Относительно догматов с детства крепко верю, что человек сотворён Богом. И будет кончина мира. Сгорит земля и всё на ней. Воскреснут все на суть Божий. Есть рай и есть ад. На этом мои познания и ограничивались. Ибо Библии не видал, не читал и не знал, что такая книга есть. Но 27 сентября 1962 года получил в руки эту книгу, покаялся и стал искать толкование, как понимать всё в Новом Завете. Установка была принята в первый же день на молитве. Ничего не выдумывать, но найти, как веровали в Церкви Христовой, что Церковь приняла и потому жить. Сколько пришлось прочитать, законспектировать по объёму примерно, десяти университетов вложил. И где и у кого были несогласия у святых отцов, мне до этого дела нет. Мне думать не нужно. Мне нужна вера и исполнение. В этом и было всё. Это патрология мини. 300 томов фолиантов. Засел за книгу правил, перевёл её на русский. Составил себе симфонию. Так же и по «Житьям святых» 12 томов. По нетканоническим книгам Святой Библии составил и издал лучшую в мире симфонию. На сон уходило не более 2,5 часа в сутки. В вопросе догматики не было и нет ни одной ошибки, да и быть не могло. Это как на допросе одного простого коммуниста, когда его допрашивали. А он отвечал. Верил всегда в курс партии. Если были колебания, то только вместе с колебаниями курса КПСС. Если ученик прилежный сегодня в школе, то он уже в девятом классе знает больше, чем знал Ньютон. Да и все мировые лучшие учёные за тысячу лет и в 20 веке. Он уже ничего из открытого до него не нуждался открывать. А ему нужно было только запомнить уже открытое. Вот так и в учении. Истина уже открытая. И её нужно принять, запомнить и употребить. Иеремия 6 глава 16 стих. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних. Где путь добрый и идите по нему и найдёте покой душам вашим. Но они сказали, не пойдём. Я же сказал себе, это путь единственно верный и по нему пойду. А далее уже воспользовался памятью, доставшуюся по благодати Божией и по наследству от отца Тихона. 55 лет прошло уже с того дня. Провёл сотни бесед с разными сектантами и верующими не поистине. И ни одного поражения и даже намёка на то. Но через беседы и выступления пришли люди в истинную церковь Христову, святую православную церковь. Повторяя, что тут не погрешил ни разу, ибо своего ничего не вносил. Берёг уже добытые святыми отцами Вселенской Церкви. От вопросов житейских были ошибки и не безболезненные. Ошибался в людях. Открывал им объятия, прижимал груди, а у них там был булыжник. И кончалось всё плачевно именно для них, а не для меня. Иуды были всегда, и рот их не перевёлся. И в нашем веке стало их даже намного больше. Ошибался в погоде. Выходил по-лёгкому, а настигал дождь или пурга. Ошибался по времени. Его переводили на час, а мне не сказал никто, и потому опоздал в храм. Гневался, когда можно было бы не встречаться. Но Господь Бог мой сохранил меня от умышленной лжи даже в самом малом. 1 Иоанна 1 глава 10 стих. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Грешен, архигрешен, супергрешен. Псалом 18, 10 стих. Страх Господний чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. С 11 по 15 стих. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще мёда и капель сота. И рад твой охраняется ими. Соблюдение их – великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня. И от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих, и помышления сердца моего благоугодны перед Тобой, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Анастасия. Это она задала вопрос, грешу я, не грешу там. Слава Христу, Иная Тихонович! Благодарю Господа за вас! В Талмуде сказано, что спасший одну жизнь, спас мир. Вы спасли много миров. В том числе и моей семье, друзьям, как сказал Евгений, открыли дверь в церковь. То есть это из мессианских евреев они. Я этого не знаю, моего там ничего нет. Но почему-то, как Евгений говорит, шли годы за годами, и встречался, и говорили, и священники, и читал там, и Осипов, но не касалось. И вдруг встретились, с одной встречи заочно. Все приобрел, книги, и принял крещение с полным погружением в русско-православное зарубежное церковь, там, где выхала Иерусалима. Да. Игла. Ожидаем вас в Потеряевке. Сергей Игнатов. Аминь. Спаси Христос. Да пребудет с тобой ныне и всегда и дня Тихоночь Божья благодать. Как бы всем нам, крещеным в православной вере, в своих мыслях и делах быть, руководимым Духом Святым, являющимся подтверждением рождения свыше, умереть для греха и жить во Христе. Я помню ваши уроки по вопросу предусмотрительности и беспечности и мои воспоминания о пребывании в православном поселке Потеряевка, о труде во славу Божию, об экскурсии по детскому лагерю, о занятиях по исследованию Святой Библии, о богослужении на понятном русском языке, о русской бане, а главное о людях, которые там живут и трудятся, незабываемые и радостные. Это юрист Украины, Углидар город. Больше нигде не буду проводить свой отпуск, а только в поселке Потеряевка. Еще себе. Если Бог даст, и жив буду. Вот это да. Так, Алекс Нойман. Посмотрите канал Романа, что Марина там говорит про вас. Я уже два с половиной года наблюдаю за вами из Германии и много от вас перенял. Понятно, что наблюдают оттуда, и как правило бывает это не православное, тут еще его узнать надо. Ну и он перенял много. Я не могу понять одно. Зачем вы притянули этих странных людей? Как Роман? Как не прочули ранее? Вот и все. То есть он скрыл, как все составили ролик, приезжает, обнимаемся, все принимает как есть. А почему нет? Его никто не тянул. Он пожелал. У нас нет такого. Мы только свидетельствуем о себе, чтобы люди о нас знали, что мы есть такое поселение. Я ролики смотрел, где он про землю толковал. То есть, что она не земной шар, а плоская. Надо было его тогда на место поставить, и все стало бы ясно. Но тут мы как следует говорили. Я ему по писанию доказывал, но он страшно упертый и неграмотный совсем. Никаких знаний нет. В одном слове несколько ошибок делает. А Марину жалко. Женщина-инвалид, обиженная жизнью, очарована хохлом, вруном романа. И вообще не соображает, что говорит на видео. Роман Фроликов. Когда я ставлю лайк, нравится, то он не фиксируется в Ютубе, только на вашем канале. Вот как еще интересно. Главное, везде похвала. Я ищу похвалу. А наоборот, даже сама система не принимает. Вот доказательства, что я не знаю. При обновлении страницы пропадает фикция моего лайка, только на вашем канале. Фиксация. Фиксация. Везде принимаются, а у нас не принимаются. Обращайтесь в русскую поддержку Ютуба. Еще бы лучше, я обращался. В мои принимаются, так что не знаю. Каясь, что перебивал вас, что немирный дух принял. Он задал вопрос, я стал говорить. Он один раз прервал, я предупредил. Я спорить не буду. Второй раз. Я отошел, теперь другие. Ну говорите, мы-то не перебивали. Нет, уже я разговаривать не буду. Зачем? Спорит тот, кто не знает. А кто знает, он развещает истину. Ну, его взял руководитель Сергей, закрыл на месяц. А я узнал, давай ходатайствовать. И раскрыли его. По мне видно, сегодня было, что недостаточно. Я понял, что иду в ад. Почти об этом забыл. Спаси, Христос, вас, что заметили меня и напомнили мне об этом. Быть лекарем в миллион раз труднее, чем быть монахом. У лекаря ответственность явна и наказуема безответственность. У монаха ответственность перед обществом неявна, и поэтому ненаказуемое общество. Прошу вас, помолитесь обо мне и маме моей. Я не послушался ее, и она не хочет видеть меня. Ой-ой-ой, Господи, помилуй Романа и мать его. Да разве это можно так? У нас в матери было 10 детей. 5 сыновей, 5 дочерей. Ну и столько же с ног и зитьев. И она как совиса у нас была. Совершенно неграмотная женщина. Олег Попов, что у Романа отпустили, это очень интересно. То есть милиция брала его и отпустили? Это очень интересно. У нас неделю назад взяли украинца. Он просрочил время пребывания в России. Его сразу отправили на Украину. А тут интересно. Вот кто-то пишет. Крепитесь, видно, бездна на вас восстала. Молимся за вас. Все в пост. Терпение, любви Христовой к врагам. А я тут специально не показал его имя, потому что враги есть там. Сват выискивает и грязью поливает их, чтобы они с нами не встречались. Вот такое дело. Вот тут. Смотри там как. Я подходил, она не включена в плитку. Я не стал трогать. Думаю, может специально. Все, закипело. Новый человек появился. Василий Ивашин. Инать Тихонович, Игнатий Лапкин, я не смог позвонить вам через 10 минут, как обещал. О чем сожалею. То есть вчера бы вилосу звонить. Может, если поговорим, Бог позволит. Василий. Евгений Трапко, напишите Игнать Тихоновичу в личке. Может, он с вами выйдет на связь. Василий. Василий. Спасибо. Я не знаю, что такое личку. Евгений Трапко, личка это напишите лично Игнать Тихоновичу. Добавьте его скайп в свои контакты и напишите сообщение. Василий. А вы знаете его скайп? Евгений Трапко. Пропишите Игнатий Лапкин и найдете сразу. Василий. Спасибо, добрый человек. Попробуй. Наталья Усатая. Спасибо, Христос. Поторопитесь, до завтра еще дожить надо, если угодно, Господу. Василий. Я уже десятилетия не живу, а начинаю жить с завтрашнего дня. То есть он опоздал, и все, я уже ушли. Он звонил, видимо, тут все. Ну, мы уже ушли на молитву. Все, нас нету. Рустам. Только что вернулся из собора, где думал, что будет литургия. А место ее епископ читал проповедь на тему страсти и грехи. А также говорил по поводу впадения в прелесть, по мнению епископа. Я так понял, я в прелести, так как имею веру и стараюсь быть не как многие прихожане, которые приходят глотнуть благодати, а на самом деле их не интересует ни Библия, ни каноны, ни Отцы Церкви. А в голове у меня мысли. Делали бы вы все по канонам и не облекались сами системой тройной лжи. Было все иначе тогда. А так, за место настоящей литургии я получил пародию. Хоть один прихожанин, которому я подходил, полюбил бы Господа всем сердцем своим и всем разумением своим. Нет, один двадцать лет ходит в храм. Итог. Бритый, необщительный, ничего не знает и не хочет знать. Я не удивлюсь, что из соблюдения постов для него ничего важного не представляет. Сегодня главное душа, в душе, все. Другая бабушка бьет себя пяткой в грудь и молвит, что уже шестьдесят шесть лет как ходит в храм. Когда я ей задал вопрос о постах, она ответила, что самое главное духовный пост, а телесный – это так, ерунда, не обязательно. Это так, ерунда, не обязательно. А я же чувствую в сердце своем, что все это фальшь, дешевая, муляж. Вы меня простите, Игнать Тихонович, но как мне уже надоело это все псевдо-православное быдло. Я раньше думал, что высший пилотаж – это моя преданность Богу, жизнь Словом Божьим. Не по слову, а Словом. Но вы понимаете. Любил побеждать людей, пользуясь беспрекословным преимуществом духовной, интеллектуальной и физической части. Господь давал мудрость через Слово. Я тогда думал точно, что все, вот она – формула моей жизни. Я знаю, как жить. Дом Бога и Яковлева научил меня действовать автоматически, безотказно и секундально. Но когда я понял потом, что я же один, был один, один я остался. Церковь была для меня только в Евангелии и в моем воображении. Я стал и не развивался больше. Дальше началось полное искажение моим разумом писания под себя, в клавишную. А что там согрешил, раз словом, после, Господи, прости меня. За что-то. Во имя Твое. И все. И все. Совесть почистил и пошел дальше действовать своим же разумом. То есть, так получилось, что был Вадим бесом, а не Духом Святым. Но, к счастью, Господь через великие страдания, которые еще не закончились, многократными пинками лупил меня и направлял в церковь православную. Вот именно у разбитого корыта с 2015 года как наткнулся на вас в интернете, так и по сегодняшний день внимая вашим проповедям. И чем больше внимая, тем больше Господь приближает меня в лоно церкви. Слава Иисусу, Господу за все. И огромное спасибо, Господи вас, Инать Тихонович, за ваши труды. Это Гусейнов фамилия, Рустам. Ну, явно видно, что родственники где-то там, на России, на юге живут, и сам такой же он. И вот, пожалуйста, наткнулся в интернете, все изменяется. Это целая группа, дом там. Один раз наткнулись, а разве это мое? Я знать не знаю. А тут каких только нету, самые знаменитые, и они считали, главное, не касалось. Что? Безблагодатная. Вот и весь ответ. Василий Лапкин. Мир вам, дядя Игнатий, и братья Владимир и Никита. Это мой племянник. В Киргизии. Вот, посмотрите, коротенькое видео там. Подробно рассказано о трансляции скайп-беседы в прямом эфир Ютуба. Смотрите с пятой минуты пятой секунды. Можно анонс на трансляцию на канале оставлять заблаговременно. Например, за двое-трое сутки. Чтобы народ заранее знал и готов был смотреть онлайн. Это будет как ролик, только пустой пока. Не начнется прямой эфир. А после прямого эфира превратится в обыкновенный ролик на вашем видеоканале. Ну, а если что непонятно, то обращайтесь. И предлагаю тестовую трансляцию попробовать в ближайшие дни. Василий. Ну, все, сказал хорошо. Я ничего не буду делать. Не понимаю и не знаю. Дальше доводите до конца, дорогие мои. Я согласен. Но, чтобы только не поверить. Конечно, как-то сделать так, чтобы без моего я пароль-то дать не могу вам. Как вы будете ставить-то? Наталья, всем привет еще раз. Извините, если повторюсь. Может, кто не видел. Про Рому-малыша уже ролики составляют. Ну, Наталья, это Василия, это жена его. Евтушенко Сергей. Видео оказывается в обличении малыша, но зря их делают. Это только лишний пиар этому человеку. Сергей Игнатов. Христос посреди нас есть и будет. Прошу мужей и братью давать свой комментарий к выставляемым видеороликам, которые вы находите полезными для просмотра. Вот видите, вот когда встречается двое у верующих, у монахов, они говорят Христос посреди нас, а тот его целует в плечо и говорит, есть и будет. А то приветствие такое, где говорят, мир дома всем, а у них вот так. Котов в мешке нам не нужно. Посмотрел я начало видеоролика с беседой отца Дмитрия Смирнова с потомком казаком неким А. Кочергиным и еще больше разочаровался в ранее уважаемом мною священника. Начало разговора совершенно пустое. Для служителя Бога это совершенно недопустимо, чтобы так бездарно тратить время да еще в эфире. Попалось недавно в мое поле зрения видеоролик отпавшего от нас и припавшего к сатане Романа Малыша, как он попал в полицию. Начало посмотрел, а как начал он молоть свои бредни об уважаемом нами и всецело преданному Богу человеке, то сразу отключил его нераскаившегося грешника. И наоборот, от начала до конца послушал тематический ролик об умысле сатаны, который появился на видеоканале Игнатия Лапкина. Интересно, содержательно и во свете Библии. Я еще в поселке Потеряевка, общаясь с Игнаем Тихонович, стал заново обучаться такому свойству человека, как бдительность и предусмотрительность. Даже в мелочах, чтобы не было потери времени и неудобств, связанных беспечностью и невнимательностью. А тут из его видеоролика об умысле сатаны извлекает еще один урок. Из Деяния апостолов Яна прослеживается водимость Святым Духом апостола Павла. Эпизодов тому проводится много, и благодаря такой водимости апостол Павел шаг за шагом добивался цели благовестия святой воли Господа Иисуса Христа. Да не спошлет Господь любящим его соработником благодать Святого Духа и прозволливости. Аминь. То есть он задел этого Рустама Гусейнова. И тот сразу ему ответил. Гусейнов Рустам Роман В этом чате многие выкладывали разные видеоролики, которые были совершенно бесполезными. А это просто диалог про Таерея РПЦ от Дмитрия Смирнова со спортсменом и православным миссионером Андрея Кочергин Генем. Вы находите неполезным и неинтересным. Не смотрите. Я не собираюсь удовлетворять ваши личные Сергей интересы. Спасибо. Господи. Естественно лично для себя я нахожусь самым полезным смотреть видео Лапкина и Динаи Тихоновича. Вот если даже взять фильмы «Пречувствие Златоуст из Потеряевки», я восхищаюсь трудом Игнатия Лапкина. Видите, как вот вначале как будто бы не согласен, а он опять возвращает. Ну не я же это говорю. Людей так касается. Ну завидуют, ну прямо лопаются от зависти. Сергей Игнатов. Мир тебе, Руслан. Пожелание «Ты знаешь, кто настоящий миссионер, а глазами водишь по сторонам. Это как жених, который идет с невестой, а засматривается на иных. Воистину не чтут пророка в своем Отечестве». Гусейнов Рустам. Это ваши мысли всего лишь на всего. Держите их у себя в голове по отношению ко мне. Полезного можно взять много где, если бы были только мозги. Ну а если Сергей Павлович скажет мне «Рустам, нельзя в нашем чате выкладывать такого рода видео, тогда я и не буду». Нельзя, я тогда не буду. «Я же не Роман Малыш, а настоящий миссионер, естественно, Игнатий Тихонович». Гусейнов Рустам. «Другими словами, по факту и без обид, Сергей, я же не состою у вас на послушании». Вот так. «Это не говорит, что я боюсь, накидывая уздечек, как Роман Малыш. Совет я принял, но он был не к месту, и слишком уж тоталитарный. А священство РПЦ не надо так отсекать, оно еще нам с вами пригодится. А то вот так и до контейнера можно дойти». «Работайте, Андрей, во славу Господа». Это там Андрей уже появился, ответ дает уже не Сергей этому. Дальше. Гусейнов Рустам. «Здесь самый умный Игнать Тихонович». Спросите лично у него. Какой-то вопрос там подняли, тут я выбрал, все-таки переговоров долго было, ночью. Валентина Сартисон. «Андрей, интересно, что за праздник у вас завтра? По календарю церковного ничего не обозначат, кроме разрешения про это никто не знает, а тогда «Да идите к Игнатию, он знает». Роман Фроликов. Воскресенье так называемое торжество православия. Вот оно что. Которое не является торжеством до второго пришествия Христа. Слава ему. Вот так. А вот это Андрей Побежан. «Власия какого-то говорят, Василий Ивашин, скажите же, люди добрые, неужто я опоздал и пост уже начался? Уже неделя прошла. А я хотел первый раз принять участие в посте. Все пытаясь стать православным, но много противоречий в моем исследовании». Ну, начинай с этой недели, со второй. Борис, 1952. «Хочу вас поправить. Не Власий какой-то, а священномученик Власий, епископ Севастийский». Вот видишь как. А я сплю, не знаю, это ночью они. «Священномученик Власий, епископ Севастийский известен своей праведной благочестивой жизни. Он был единодушно избран жителями и рукоположен во епископа города Севастии. Было это в царствовании римских императоров Диоклетитиана 284 год по 305 год и Ликиния 307 по 324 Это зять Это зять Константина императора, который с ним воевал, а тот побежал и утонул. Жестокие гонители христиан. Святому Власию приходилось укреплять своих посомок, посещать заключенных, поддерживать мучеников. Многие скрывались от преследователей в пустынных и уединенных местах. Власию также пришлось удалиться на гору Аргиоз, где он подвязался в пещере. К нему приходили дикие звери и кротко ждали, пока святой окончит молитву и благословит их. Больных животных святитель исцелял, возлагая на них руки. Убежище святого было открыто слугами правителя Агриколая, прибывшими для отлова зверей, чтобы терзать мучеников христиан. Слуги донесли господину, что на горе скрывается христиане, и он повелел схватить их. Однако апостола нашли лишь севастийского епископа, прославляя Бога, призывающего его на подвиг, святой власти последовал за воинами. По пути святой исцелял больных и совершал чудеса. Так бедная вдова пожаловалась ему на свою беду. Волк утащил единственное ее достояние поросенка. Епископ улыбнулся и сказал не плачь, твой поросенок будет тебе возвращен. И действительно, ко всеобщему изумлению волк прибежал обратно и принес добычу невредимой. Агриколай, встретив епископа льстимыми словами, назвал его другом богов. Святой ответил на приветствие, но языческие богов назвал бесами. Тогда его подвергли жестокому избиению и отвели в темницу. На другой день святого опять подвергли мучения. Когда же его вели обратно в темницу, семь женщин шли сзади и собирали капли крови. Их схватили и пытались заставить поклониться идолам. Жены притворно согласились на это, сказав, что совершат перед этим отечения в водах озера. Они взяли идолов и утопили их в самом глубоком месте, после чего христианок стало жестоко истязать. Стали. Да. Да. Святые стойко. Святые стойко принесли мучения, укрепляемые благодатью Божией. Тела их преобразились, стали белыми, как снег, и вместо крови из ран текло молоко. У одной из женщин было два юных сына, которые просили мать, чтобы она помогла им достигнуть Царство Небесное и поручила их по печени епископа Власия. Семи святым женам отсекли головы. Святой Власий снова был приведен к Агриколаю и вновь непреклонно исповедал веру в Христа. Правитель приказал бросить мученика в озеро. Святой, подойдя к воде, осенил ее крестным знаменем и пошел к Апасуши. Обратившись к стоящему берегу язычника, святитель предложил им идти к нему, призывав помощь своих богов. На это дерзнули 68 приближенных правителей, и все, войдя в воду, немедленно утонули. Святой же, повинуясь велению явившего ему ангела, вернулся на берег. Ну-ка, прочитай, явившего гося, не закладывая окончание слов, прям заглатываешь. Явившего гося, ему ангел вернулся на берег. Агриколай был в ярости от того, что потерял лучших слуг и приказал обезглавить святого власия, а с ним и двух порученных его попечения юношей сыновей мученицы. Перед смертью священномученик молился обо всем мире, особенно же о тех, кто будет чтить его память. Это произошло около 316 года. Мощи священномученика власти были перенесены на запад во время крестовых походов. Частицы их хранятся во многих странах Европы. Андрей Побежан, извините, но я невежда и не знал. Валентина Сортисон, но так завтра совершается день памяти не только священномученика власти епископа Севастейского около 2016 года, но и священномученика великомученика Феодора Тирона около 306 года. Это время казни и благоверного князя Всеволода Псковского 1138 и преподобного Дмитрия Прилуцкого 1392 и преподобного Кассиана Басого 1532 и правительницы Феодоры царицы греческой восстановившей почитание святых икон около 867 года. У нас на каждый день выходит подюжина чтимых нами святых Борис Андрей Побежан написал в чате что праздник какого-то власти я лично ему адресовал эту ссылку чтобы он знал об этом ученике как можно больше Ксения Юрова мир всем для пользователей смартфонов на google play play market можно скачать бесплатную программу православный календарь после установки на смартфон планшет она работает без интернета очень удобно тем что есть библия с поисковиком молитвословым календарь с указанием постов и разрешенной пищи житья и множество другой полезной информации надеюсь кому-то будет полезна эта информация Валентина Сортисон благодарю Борис мне тоже было полезно познакомиться с жизнеописанием священномученика власти епископа Севастийского Борис во славу Божию все говорят уже научились как отвечать Анастасия я как-то задавала вопрос по поводу смысла несовершения земных поклонов в воскресенье Василий Великий Такожде стоя молитвы творим воедино от суббот но причину сего они все знаем ибо не только мы якоса воскресенье Христу и долженствующее искать и горняго стояние во время молитвы как день воскресенья напоминаем себе о благодати нам дарованной но и потому сие творим яко день сеймниться быти некоим образом чаемого века церковное уставе научает нас предпочитать и всеедние прямое положение тела во время молитвы ясным напоминанием как бы приселяя мысль нашу от настоящего в будущее при всяком же коленопреклонении и восстании мы действием показуем и то яко грехом не спали на земле и то яко человеколюбим создавшего нас паки воззваны на небо эллина киняйкина мир вам Игнать Тихонович ребенок крещен около годовалы в православной церкви краплением был причастником краплением как карта крапленая будто крапить вот тут должно быть был причастником один или два раза до семи лет он растет не занимаясь духовно воспитывается по-мирски но родители не против причастия иногда о господи слышит но редко можно причащать заранее благодарю за ответ спаси христос ну понимаете сказать нельзя нельзя крещение неправильное ну на обман сплошной это идет и на ответ еще нельзя нужно ребенка правильно крестить учить и причащать такой порядок Анастасия Инать Тихонович в субботу получается земные поклоны разрешены или нет двадцатое правило Никейского собора говорит лишь о воскресном дне и второй вопрос почему в правила неоговоренного разрешения девчонка такая интересная столько она много знает спасибо господи чтобы к какому-то тирану в руки не попало Игла в пятницу вечером уже без земных поклонов а в воскресенье вечером уже земные поклоны и на всю неделю до вечера пятницы все василий спасибо Игнать Тихонович я не против открытого общения а есть есть ли ваши книги в интернете чтобы ознакомиться прежде приобретения так все есть я ему покажу вот дело там в чем почему-то у него буква Е в ЙО надо посмотреть почему она у него а я жил в Робцовске мы с братом раздали около 50 тысяч в этой области Евангелии даже не верится 50 тысяч я Ивашин Василий живу в США был в баптизме около 30 лет иногда заходил в храм православный было желание почитать о святых один раз когда я жил в Робцовске в беседе с священником спросил его нет ли что почитать о монахах и он подарил мне хотя я хотя я хотел купить старец Илюан я был удивлен что в православии что-то может встретиться серьезно и так периодически пытаюсь перейти в православие но в своем очередном исследовании могу преодолеть очередной барьер противоречий и откат назад и так лет 20 ужасно я ходил тут раз пять в православный дом молитвы арендует и Господь касался меня очевидно хотя и по английски литургия идет и мало что понимаю а в баптизме я как-то все время не мог найти себя хотя я был пресвитером найти себя такое выражение мирское у верующих нет этого я не обратился к Богу вот ответ был пресвитером три года в Рубцовске но потом решил бросить уехал в полевой под Славгород где Акуловы живут там мы жили три года до Америки и здесь 19 лет так и не влился в баптизм хотя и был в их собрании проповедником зная ваше доброе расположение баптистам судя по вашим словам и видя вашу честность хотя и не без жесткости порой я и решил вам позвонить я и не хожу более к баптистам полгода так как у них нет учения о подвижничестве которое необходимо каждому христианину да и одиночество в любом случае не потерял друзей хотя и врагов нет вот слово не потерял я не разобрал то ли потерял или не потерял тут непонятно надеюсь на благотворное общение с вами с уважением Василий Андрей Побежан мир вам Игнать Иванович скажите пожалуйста ты считай Тихонович как считай половину слова проглатываешь пошли дальше скажите пожалуйста скажите пожалуйста завтра большой праздник можно работать Игла мне неизвестен в этот день небольшой и немалый праздник Фридом Фрид прекрасный ролик вот это ну там о поэзии я вчера выставил ролик вот это знание кто-то по бумажке еле читает и при разговоре двух слов связать не может а Игнать Иванович тут как тут вот это память а какая начитанность вам такой багаж знания что я иногда теряюсь теряюсь да вы очень разносторонний человек да вы со своим взглядом на жизнь да у вас есть характер так сейчас это редкость у вас прекрасное чувство юмора вы мудрый прозроливый и очень талантливый человек я могу только пример брать и только и кто-то написал скрываю в СССР граждан ругающих власть отправляли на принудительное лечение психбольницы генерала в это время взяли там знаете Петр был такой отправили я сам 26 лет был имучим везде задирали григоренко если генерал претерпел а почему не я я там был теперь наоборот теперь наоборот нужно отправлять туда тех кто ее хвалит власть кто хвалит ну вот немножко мы послушали сейчас только глянем вот какие я люблю ресурсы наши это мой мир где я в шапке туда можно писать ну и дальше выставляют сегодня 14 роликов зараз выставил ну и вот это наш православный форум очень богатый 1600 тем вот как выглядит ну и вот это что у нас тут ага надо показать это наш видеоканал очень большой 9900 роликов 9900 вообразите ну и ролики очень большие очень вот смотрим допустим пев вот это сколько здесь вот вот это час пятнадцать пятнадцать вот предчувствия час тоже больше часа ну и так поменьше больше ну очень большие вот вот сколько зараз выставил сегодня это у нас очень и очень богатый 14 роликов зараз ну и очень богатый наш во свете библии сайт и самое ценное это 4124 ответа сколько ушло время больше часа час